Друзья, всем привет! На связи АМФ Филмс. Одна семейка захотела отправиться в отпуск, но что-то пошло не так. У микрофона, как всегда, Марк, и нежданно-негаданно для вас звучит пересказ комедии «Каникулы». И, кстати говоря, ребята, ещё раз напоминаю, у нас есть ВК, у нас есть Телеграм. Обязательно подписывайтесь, так как Ютуб скоро кирдык. Как всегда, все ссылки в описании. Рассел Гризвольд работает пилотом в авиакомпании «Эконом-класса». Его напарник – пожилой пилот, страдающий провалами в памяти. Возвращаясь после очередного рейса, Расти, будучи добрым парнем, молча терпит насмешки коллег из более престижных авиакомпаний. Дома его ждёт жена Дебби и двое сыновей – подросток Джеймс и младший Кевин. Вечером в доме собираются гости. Джеймс пытается поболтать с Шелли, но младший брат всё время вмешивается и дразнит его. «Ты реально так разговариваешь? Заткнись!» Расти стал случайным свидетелем разговора жены с подругой. Дебби уверена, что муж будет очень расстроен, если они поедут в отпуск куда-то кроме ранчо, которое снимает уже много лет. Перед сном Расти принимает решение – порадовать всю свою семью и поменять свои планы. Утром он сообщает, что они отправляются в тематический парк. Дети скептически относятся к этой идее, но Дебби его поддерживает. Расти арендовал автомобиль и непростой. Он необычайно гордится тем, что для управления машиной ему выдали пульт, на котором целая тьма кнопок. «Это свастика на кнопке?» «Да, не будем нажимать». Чтобы продемонстрировать, что машина действительно крутая, он просит Дебби захлопнуть дверь, а сам подставляет руку. Его уверили, что специальная защита не позволит двери закрыться, если есть какая-то помеха. Первое испытание провалилось. Дебби знатно заехала мужу дверью. Собравшись, семья наконец-то отправляется в путешествие. По пути Расти решил блеснуть перед семьей рацией, которая встроена в автомобиль. Он вышел на связь с дальнобойщиком, который ехал позади. Кевин решил тоже пообщаться, но вот его речь о том, что все дальнобойщики-насильники, пришлась не кстати. Расти, пытающийся найти оправдание словам сына, лишь усугубляет ситуацию. «Мальцам только дай рот открыть пошире». При дорожном кафе, воспользовавшись тем, что дети отошли в туалет, Дебби пытается наметнуть мужу, что когда они поженились, то мечтали посмотреть мир. Не понимая намеков, мужчина лишь радуется, что они вместе. Для него это самое важное в жизни. Свернув с шоссе, Расти предлагает жене показать детям, где она училась. Женщина явно не в восторге, но выбора нет. Они проходят студенческое общежитие в самый разгар певного марафона. Одна из студенток случайно услышала имя Дебби. Девушка просто пришла в восторг от того, что встретила ее. Фотоальбом показывает, какую разгольную жизнь вела Дебби в студенчестве. Девушки уверены, что Дебби уже слишком стара, чтобы повторить рекорд пивного марафона. Азарт берет верх, и женщина принимает вызов. Выпив кувшин пива под гул молодежи, Дебби готова приступить к полосе препятствий. Как только сигнал прозвучал, она начинает извергать из себя алкоголь и еду. Простите. Не остановившись на этом, Дебби продолжила проходить полосу. Каждое испытание сопровождается рвотой. Все с ожалением смотрят на пьяную Дебби, и лишь Кевин восхищен матерью. Продолжая путешествие, Расти пытается разрядить обстановку и включает музыку. В этот раз петь не буду. Их идиллию нарушает дальнобойщик, тот самый, которого они оскорбили. Дебби просит ехать мужа быстрее, но машина не рассчитана на большие скорости. Пробая нажимать на разные кнопки, Дебби отстреливает задний бампер. Зачем? Затем водительское сиденье крутится вокруг своей оси. Расти принимает решение сделать полицейский разворот, чтобы уйти от преследователя. План был идеален. Ну, почти. Машину перевернуло несколько раз, а когда она снова встала на колеса, семья увидела, что фуру заносит, и она остановилась в нескольких дюймах от них. А безумнейший Расти нажимает на газ, и они сматываются подальше от места происшествия. На ночь семья останавливается в мотеле. Джеймс, увидев во дворе джакузи, опросился у родителей. Ввлечённый игрой на гитаре, подросток не замечает подошедшую девушку. Он увидел её на трассе, в соседней машине. Но Кевин, как обычно, всё испортил. Вырубайся! А Дина, так зовут девушку, предлагает окунуться. Джеймс соглашается. Ну, разумеется. Расти, желая помочь сыну, подходит к подросткам и делает комплименты Джеймсу. Так он надеется поднять авторитет сына перед девушкой. Со стороны это выглядит, будто бы педофил обрабатывает жертву. Такого милашки кто-то должен тебя сцапать. А Дина предлагает позвать помощь, но Джеймс отказывается. Девушка уходит. Юноша злится на отца, но тот рассказывает очередную историю из своей жизни. Он считает, что пришло время поговорить с сыном об этом самом. Джеймс задаёт ему вопрос. Что такое Анилингус? Но отец и сам этого типа не знает. Он уверен, что это когда двое целуются, плотно сжав губы. Он действительно не знает. Утром семья продолжает путешествие. Они планируют заехать в гости к сестре Расти, Одри. Но перед этим отец семейства предлагает посетить горячие источники. Очередь туда внушительная. Расти спрашивает у местного парня, как им можно её миновать. Тот показывает дорогу. Проехав по ней, семья оказывается у водоёма. Вода действительно тёплая, но пахнет не очень приятно. Дебби щедро намазывается, как она думает, лечебной грязью. А Расти получит рот в источнике. Но когда они находят в воде туалетную бумагу, шприц и, господи, человеческое ухо, то понимают, что это просто сточная канава из санузлов. Обмазанные дерьмом члены семьи выбегают на берег и слышат сигнализацию машины. Их машину обчистили, забрав деньги и вещи. Отправившись к Одри, семья придумывает легенду. Они спасали ребёнка из горящей машины, а в это время кто-то украл все вещи. Почему они голые и воняют фекалиями, легенда умалчивает. На машине нарисован пенис. Расти увидел его лишь когда они подъехали к дому сестры. Они решили стереть его. В этот момент, когда из дома вышла Одри с мужем, пара активно стирала рисунок. Муж Одри работает на телевидении. Он хорош с собой, прекрасно зарабатывает. Дети и Дебби от него просто в восторге. Между Одри и Стоуном кипит дикая страсть. Они жадно целуются и обсуждают пикантные темы прямо на глазах у гостей. За ужином Стоун ведёт себя как настоящий мужчина. Он делает комплименты жене. Пытается превозвысить Расти в глазах детей. Ненавязчиво флиртует с Дебби. Чтобы не отставать, Расти предлагает помочь Стоуну утром. Тот завёл несколько быков и сам их пасёт. После ужина Дебби набрасывается на мужа. Но тот уверен, что жена возбуждена присутствием Стоуна. Именно в этот момент он замечает, что на руке супруги нет обручального кольца. Обсудив ситуацию, они приходят к согласию и ложатся спать. Утром Расти и Стоун садятся на квадроциклы, чтобы загнать стадо быков. Расти отвлекается на семью, наблюдавшую за ними, и на полном ходу врезается в корову. Весь в крови и внутренностях животного. Он стоит под струей воды. Это Стоун поливает его из своего шланга. Ну, вы поняли. Семья снова отправляется в дорогу. Ночью остановившись в мотеле, Расти будет жену и предлагает освежить их интимную жизнь. Они находятся на границе четырёх штатов. Именно у этого камня он и предлагает супруге пошалить. Джеймс, проснувшись ночью и не увидев родителей, выходит на их поиски. И он снова встречает Одину. Девушка расспрашивает о том извращенце, который приставал к нему в джакузи. Джеймс признаётся, что это и был его отец. Расти и Дебби пробираются к заветному месту. Каково же было их удивление, когда они обнаружили там целую толпу полураздетых людей. Все они захотели заняться кексом на границе четырёх штатов. Полицейская сирена спугнула всех, но вот Расти и Дебби убежать не успели. Полицейский уже собирался надеть на них наручники, но в этот момент с разных сторон стали появляться полицейские из других штатов. Пока полиция мерилась с дубинками, Гризвальды благополучно сбежали. Кевин снова мешает Джеймсу. Одина говорит, что младшего стоит проучить. Впервые Джеймс даёт Кевину сдачу, и счастливый возвращается к себе. Последняя остановка перед финишем – Гранд Каньон. Семейство встречает Чед. Он проводит инструктаж в тот момент, когда ему звонит девушка. Она сообщает Чеду о расставании. Парень выбит из клеи. Но тем не менее он сопровождает семью на водной прогулке. В воде начинают появляться опасные пороги. Семья в панике. А Чед? Чед просто наблюдает за происходящим. Когда Гризвальды понимают, что их лодка идёт к водопаду, они выпрыгивают и плывут к берегу. А вот Чед падает с обрыва водопада. Ведь жить ему совсем незачем. Идиот. После пережитого, семья предлагает отцу вернуться домой. Но Расти уверен, что Вилли Ворлд станет самым замечательным приключением. В этот момент заканчивается бензин. Они застряли в пустыне. Сигнал мобильного не ловит. Расти начинает нажимать кнопки на пульте. Сначала выбило все стёкла. После нажатия на следующую кнопку машина завелась и поехала. Сама. Без водителя и пассажиров. Желая остановить её, Расти снова жмёт на кнопку, и машина взрывается. Разругавшись семьёй, Расти собирается идти, куда глаза глядят. Он замечает, что на него движется тот самый грузовик, который их преследовал. Семья бежит на помощь. Из кабины выходит водитель. Он преследует их, чтобы отдать обручальное кольцо, которое Дебби оставила его на станции. Мужчина предлагает подвезти семью, и они с радостью соглашаются. Так они добрались до дома родителей Расти. Кларк и Эллен с радостью встречают родных. За ужином семья рассказывает о том, что с ними произошло. Узнав, что Джеймс остался без гитары, Кларк дарит ему свою. Оставшись наедине с родителями мужа, Дебби узнаёт, что брак Одри и Стоуна – лишь фикция. Оба они изменяют друг другу, и родители сожалеют, что их дочери не повезло так же, как сыну с семьёй. Расти случайно роняет книгу жены. Под обложкой он видит название «Как спасти брак». В этот момент входит Дебби. Поговорив откровенно, супруги приходят к выводу, что они счастливы вместе. Утром, поговорив с отцом, Расти всё-таки решает поехать в Вилли Ворлд. Добравшись до места, семья готовится к тому, ради чего всё это затевалось. Поездка на Велоцирапторе – это самая страшная горка в стране. Отстояв в очереди несколько часов и подойдя вплотную к запускающему аттракционы, семью нагло отталкивает мужчина. Он проходит без очереди. Сотрудник сообщает, что это последний заезд. Расти обращается к мужчине, и он узнаёт в нём пилота престижной авиакомпании. Тот оскорбляет его семью и Расти. Но Расти, не раздумывая, бьёт его. Остальные члены семьи тоже вступают в драку. Каждый нашёл себе соперника. Друзья, такой битвы вы точно ещё не видели. И, конечно, Гризвольды побеждают. Они занимают свои места на аттракционе. Дети просто в восторге от того, как они отделали другую семью. Когда поезд отправился, Джеймс начинает напевать любимую песню отца. И семья подхватывает. Ой, ну ладно. А, нет, не конец. Расти счастлив, ведь именно этого он хотел. Проходя мёртвую петлю, аттракцион заклинило. Провисев некоторое время вниз головой, семья всё-таки оказывается на земле. В аэропорту Расти выдаёт билеты Джеймсу и Кевину. Он говорит, что они летят одни, а в аэропорту их встретят друзья. Расти и Дебби летят в Париж. По скриптам. Джеймс вошёл во вкус и начал издеваться над Кевином. Чет выбрался из водопада живым и невредимым. Практически. Джеймс впервые поцеловался с девушкой. Естественно, под наблюдением отца. Полицейские четырёх штатов по сей день остаются на месте и выясняют, кто круче. Конец. Ну что же, друзья, мы впервые наконец-то на канале сделали для вас комедию, и я очень рад. Надеюсь, вы поддержите это. Ну а про фильм тут сказать нечего. Я люблю комедии. Ну а эта комедия, вот не знаю почему, но эта комедия мне очень запомнилась, и её я готов пересматривать в бесчисленное количество раз. Надеюсь, вам понравилось. Моё пение здесь не в счёт. Ну и конечно, как всегда, я попрошу вас подписаться на канал, а также у нас есть группа ВК и в Телеграм. Подписывайтесь обязательно, так как Ютуб скоро, ну, я уже говорил. Большое вам спасибо за просмотр. Смотрите семейные фильмы вместе с АМФ Филмс. Мирова и добра. Субтитры сделал DimaTorzok